Вот уже почти два месяца в полную силу работает антитабачный закон. Пепельницы исчезли из всех ресторанов, баров и кафе. А полицейские теперь вправе штрафовать нарушителей, тех, кто поджег сигарету в неположенном месте. Труднее стало не только найти место, где подымить, но и не так просто купить и сигареты. Как изменились условия продажи, расскажет Олег Хатанзейский. Этот репортаж об антитабачном законе неспроста начинается с социального ролика. Согласно документу, отныне любая тема, даже отдаленно намекающая на опасную привычку, обязана стартовать с предупреждения о вреде курения. Поэтому предупреждаем. Антитабачный закон уже назвали сложным, так как внедряли его в два этапа. В прошлом году запретили курение в общественных местах. Ну а с этого лета теперь еще и запрещено выставлять сигареты на прилавки. Их продают теперь вот в таких вот закрытых коробах. Кстати, употреблять само слово «сигареты» теперь в эфире тоже опасно. Так что можно мне, пожалуйста, ваш специфический товар? Спасибо большое. Первое, что сделал антитабачный закон, запретил курение в общественных местах. С прошлого года дымить нельзя в подъездах домов, на детских площадках, пляжах, в общественном транспорте и в административных зданиях. С июня этого года запрет расширился на пассажирские платформы, поезда, рынки, а также бары и рестораны. Сейчас проще сказать, где курить разрешено. Никто не помешает затянуться сигареткой в специально отведенном месте, в собственной квартире или же авто. По-настоящему заметным закон стал именно с 1 июня этого года, когда сигареты пропали с витрин. Продавать табак теперь можно только в павильонах, специальных отделах магазинов и по строго прописанным правилам. Впрочем, в дни, когда закон работает в полную силу, жители Наринмара по-прежнему с сигаретой в зубах. Курят там, где можно и там, где уже нельзя. Вот молодая девушка, пациентка окружной больницы, увидев машину полицейских, в спешке пытается затушить свою сигарету. Нашей камере удается заснять этот момент. Девушка понимает, что нарушает закон, и теперь ей придется оправдываться перед правоохранителями. Она скажет, что, мол, хочется курить, но негде. Вот курилка же есть. Почему она не в курилке? Она закрыта. Она закрыта? Да. То есть запрещено сейчас курить? Да. Полицейские составляют протокол. Одновременно разъясняют молодой девушке, где курить можно, а где нельзя. Однако пациентка со стражами порядка категорически не соглашается. У девушки, видимо, свои законы. Я не считаю, что нарушение? У самих курильщиков новый закон. Реакцию, конечно же, вызвал неоднозначную. Кто-то смирился, кто-то заявляет. В борьбе за здоровье некурящих забыли о правах любителей подымить. Но большинство рады новым правилам. Везде же все равно курят. Закон – это закон, а выполнять это каждый сам решает. Курить, конечно, это плохо. И детки рождаются больными, и вообще для себя. А вообще это дело каждого все равно, это курить или нет. Отличный закон, что курить нельзя. Если бы пить еще нельзя, так это вообще может. Конечно, хорошо. Во-первых, это пример для других. И для тех, кто, например, бросил курить, в общем, это как-то раздражительно. Я думаю, все равно должны отдельные места быть для курения. Однако такие места в Наринмаре сейчас можно пересчитать на пальцах. Словом, в городе их практически нет. Поэтому люди курят там, где по закону запрещено. Ведь не прятаться же им за гаражами, как в детстве. Кстати, курение уже бьет не только по здоровью, но и по кошельку. Обычного курильщика-нарушителя полицейский может оштрафовать на полторы тысячи рублей. Размер штрафа – это от 500 до полутора тысяч рублей. А если курильщик закурил сигарету на детской площадке, ему грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. В настоящее время за шесть месяцев текущего года сотрудниками полиции уже составлено 29 административных протоколов по статье 6.24. А также сотрудники полиции теперь уже ежедневно будут патрулировать улицы города в целях выявления подобных правонарушений. Так что если вы не можете отказаться от вредной привычки и в то же время не хотите за нее платить огромные деньги, курите там, где это можно. Или же так, чтобы вас никто не видел. Тогда есть шанс сохранить честно заработанные деньги. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!